Цель форума «Социальная сфера» организованного Общественной палатой Подмосковья заключается в улучшении качества и доступности медицинской помощи и социальных услуг для населения. Это достигается путем обсуждения и разработки системных решений по основным вопросам с участием общественных институтов и активных жителей. То, что возникают всякие раз очередные вопросы в адрес, будь то социальной сферы или здравоохранения у населения, это только самое важное и главное, что это повод к следующему шагу развития. Муниципальные общественные палаты озвучили недостатки, на которые стоит обратить внимание, а жители получили возможность задать свои вопросы представителям власти прямо на мероприятии. Когда сегодня общественные палаты муниципального уровня говорили о проблемах в здравоохранении, в социальной сфере, нужно правильно понимать, что общественная палата наделена правом общественного контроля. Но при этом мы также говорим о лучших практиках, и их очень много. Одним из наиболее острых вопросов остается закрытие несколько лет назад фельдшерско-акушерского пункта в деревне Калиновка. Однако в соседней деревне Сопроново уже строится большая поликлиника. Сделайте нам модуль. Модуль. Есть земля. Она оформлена именно под модуль. Все коммуникации подведены. Да, смотрите. Программа строительства фабов, во-первых, у нас утверждена на ближайшие три года. Где было больше всего нуждающихся, там эти фабы поставили. Но я все-таки еще раз возвращаюсь к разговору о том, что в деревне Сопроново 750 посещений в смену. Калиновка 535 посещений в смену. Внедрение современных технологий в сферу здравоохранения не только позволяет упростить получение ряда медицинских услуг для пациентов, но и вызывает некоторые сложности. Больше людей обращают внимание на работу электронных сервисов. Нас это нельзя сказать, что это не радует. Это, наоборот, нас мотивирует на то, чтобы как можно больше сервисов перевести в онлайн и выдачу справок, и в том числе анализы должны людям приходить. На форуме обсуждались важные темы, такие как строительство и ремонт медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, привлечение новых медицинских кадров, а также доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Вопросы сегодня касались, в первую очередь, социального такси, доставка, проезд инвалидов, родителей с детьми инвалидами, то, что касается доступности. Дальше были вопросы технических средств реабилитации. По итогам форума составили резолюцию с озвученными вопросами, на каждый из которых будет дан четкий ответ и поручение. Всего в 2024 и 2025 годах пройдет 20 таких форумов во всех городских округах Подмосковья. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...